приветствую вас дорогие братья и сестры добрый вечер добрый день всем кто на канале Russian Hebrew Christian я нахожусь в штате Пенсильвания с прошлой пятницы и Господь позволит буду жив и здоров завтра я возвращаюсь домой завершается наше наше служение миссия в этом районе а мой друг дал мне машину чтобы я мог посетить также и некоторые церкви и вот я только что закончил служение в румынской церкви и еду в район ланкастера что принять участие в служении одной из баптийских славянских церквей я не возьму много времени у вас но хотел бы еще раз надеюсь что по крайней мере ближайшее время это будет последнее видео о господине президенте Зеленского и видео которое мы записали их несколько очень большой ажиотаж разные люди и христиане и не христиане и оскорбляют и кто-то поддерживает и многие спрашивают почему я влезаю в политику сразу хочу сказать что это не политика и когда мы рассматривали в данном случае по тематике Зеленского мы рассматривали по писанию почему потому что это последнее время и есть пророчества не то что там написано вот Зеленский или Украина да России написано ясно потому что Россия из ГОК кто-то не верит кто-то не соглашается что ж я всегда говорю оставьте свою национальную плоть вот мама у меня еврейка и что на грех Израиля должен закрывать глаза или когда говорят правду о евреях о грехе еврейского народа мне говорит что вы антисемиты да нет я люблю действительно народ Израиля потому я и молю за покаяние народа Израильского если вы любите Украину признайте белое белое а черное черное что точно самое для россиян для для кого для кого угодно нету здесь политики но рассматриваем на основе слова Господнего почему записали потому что очень много христиан в данном случае я говорю о видео о Зеленском очень много христиан к сожалению вот как раз таки вошли в политику очень много христиан которые сегодня думают о мирском о земном о деньгах о том что быть известными от простых членов церкви до пасторов слава богу их немного но оно такое есть наоборот вошли в этот мир я понимаю что мы хотим жить лучше и это нормальное желание чтобы наши народы жили лучше но мы не можем идти на компромиссы вопроса которые связаны с нашим господом и со священным писанием но я сразу хочу сказать что мы молимся за Зеленского мы желаем ему покаяния мы желаем благоденствия и украине и в россии вообще верующий христианин должен понимать еще раз я я свидетельствую что наше царство как христиан не на этой земле и что у нас один царь господь и что этот мир одинаковый хоть америка хоть израиль хоть украина россия кто угодно что угодно этот мир он ненавидит господа и будет ненавидеть нас если мы ученики иисуса христа если мы соль и свет но если мы не соль и свет какие тогда мы христиане и на небесах не будут национальности у меня не было желание когда я записывал эти видео там как мне говорят вот и создаешь смуту не создаю я смуту а что мы христиане помнили что мы христиане и новый народ вне национальной принадлежности но свет есть свет а тьма и тьма и когда мы закрываем глаза на зло это говорит только об одном либо мы не понимаем либо мы идем на компромиссы либо нам это выгодно потому что мы полностью слились с этим миром и в кавычках богатство этого мира деньги дома и так далее тому подобное нас является прерогативой хотя не все имеют деньги не все имеют дома не все имеют машин но все равно продавать господа за чечевичную похлебку нельзя вообще это предательство ни за что нельзя но предает к сожалению это так на мельцах не будет национальности я призываю как верующих людей россиян русских людей украинцев не спорить не ругаться если мы христиане держаться господа держаться господа потому что когда господь нас встретит на небесах мы увидим он не спросит и еврей украинец русский китаец господь будет спрашивать о нашей жизни как мы жили во христе иисус и насколько мы жили оставались ему верными и были святости поэтому молимся за зеленского пусть бог благословит приведет его к покаянию чтобы украина была благословена ибо он президент он представляет свой народ поэтому мы молимся молимся за зеленского мы желаем ему покаяния он представляет целый народ и он должен покаяться господа на сегодня не знает но господь может его встретить по милости конечно если сознательно не он никто либо другой не заключили сделку с дьяволом и не стали врагами божьими молимся за господином путина не знаю как насчет него может быть вера не хватает не знаю но бог знает мы должны молиться но если люди сознательно взяли сторону дьявола сознательно то дорога них обратно к покаянию не будет но мы люди и мы не знаем мы можем видеть мы можем рассуждать но все равно если бог духом святым нас побуждает молиться мы должны это делать также отвечая на вопрос все президенты одинаковы все я еще прошлых видео говорил что нету свободных выборов я в них не верю что в америке что где угодно в россии не знаю я говорю что я верю конспирология к сожалению земля остается последним бастионом дьявола хотя бог все контролирует и он царствует все равно будет так как господь решил но в этом мире есть кучка людей которые решают скажем так хотя решает все господь но они-то так не думает но господь все решает и будет так господь но надо молиться за всех президентов не хочу выделять сейчас израиля но мы знаем что пророчества опять-таки идут через израиль и туда вернется господь иисус христос и ноги его именно станут на горе ильонской что напротив иерусалима и как мы как христиане конечно же молимся и за народ израиля чтобы и он покаялся своими грехами самый великий грех израиля это отвержение сына человеческого господа бога нашего иисуса христа надеюсь я постарался я ответил на вопросы которые у многих из вас были пусть бог вас благословит познать иисуса христа избрать небесное вкладывать небесное не избирать землю не вкладывать в это земной потому что господь грядет и суды его вместе с ним да поможет нам господь и благословить церковь особенно в это последнее время когда любовь охладевает и иногда думаешь господи неужели этот человек называет себя христианином я не сужу но даже по некоторым комментариям немножко становится не по себе оттого что многие наши братья и сестры я уже сказал избрали этот мир как будто они останутся в этом мире пусть бог поможет вам и благословит увидеть свет господень созерцая божью красоту чтобы свете господнем увидеть себя и свою нужду в нем я это и себе говорю благословение народу божьему подписывайтесь на наш канал если есть желание смотрите другие много других видео служение в этой стране продолжается царство небесное провозглашается говорю сейчас об америке где мы трудимся уже более 20 лет и канаде библии на разных языках раздаются почему мы это делаем потому что только слово благодати приводит спасению люди каются это от бога конечно спасение и мы радуемся встречая огромное количество людей но даже ради одного я пойду и возвещу евангелие вы только евангелие делать человека счастливым и только евангелие может дать человеку радость потому что это о спасении во христе шалом